вы на канале дофинчи с вами даша виноградова всем привет сегодня я буду лепить броши клубнички одна будет в шоколаде другая в таком белом креме сливочном или можно сказать в белом шоколаде и другая в розовом я немножко усложнила для себя задачу но если вам сложно вы можете не делать то что делаю сейчас я я делаю пласт с переходом цвета из красного в белый я решила сделать клубнички у которых верхушка слегка такая зеленовато-белая бывает можно наблюдать такую клубнику она как будто не до конца созрела вот именно такой эффект я хотела сделать но если для вас это сложно вы можете работать сразу с красной глиной и в принципе делать все то же самое что делаю я только без вот это вот пласта с переходом в белый цвет значит у меня три клубнички будут я и делаю одновременно все формируем что-то вроде до сердечек таких небольших не слишком острых к низу и и тут я работаю с пластом по итогу когда я аккуратно этот пласт прижала все сгладила заглаживать также мне очень конечно помогают силиконовые кисти и мне показалось что это даже не клубника большая или диска но это до поры до времени я сделала с помощью иголочки вот эти маленькие ямки в которых находятся семечки клубники там все очень просто я их делала плюс-минус шахматном порядке сверху вниз к низу конечно они более чаще расположены далее взяла краску это охра цвет охра матовая акриловая краска и вогнала ее в эти ямочки излишки сверху я вытерла и получилась клубничка с вот этими вот как будто желтенькими такими зернышками не бывают и такого сероватого цвета темно-серого но это уже зависит от этапа созревания клубники но я их сделал уже желтыми и вот тут я как раз тонирую совсем легонечко по чуть-чуть белую полимерную глину белый цвет и клубничка получается такой более натуральной теперь чтобы сделать чашелистики я сделала такие две полоски чашелистиков у клубники достаточно много я особо не помню и там не считала но их так очень густо поэтому на одной клубнички у меня будет примерно 14 чашелистиков ну примерно и я нарезаю такие длинные треугольнички немножечко утончаю их с помощью дотса и край острый край тонирую более темным цветом сухой пастели зеленой далее прикрепляю уже аккуратно чашелистики первый ряд и потом второй ряд приблизительно в шахматном порядке очень хотелось чашелистики загнуть в разные стороны какие-то вверх какие-то чтобы в стороны смотрели но для прокчить для практичности так как это брошена будет носиться такие тонкие детали лучше прижимать к основному как бы элементу поэтому вот пришлось да пришлось все чашелистики прижать клубнички но так надежнее будет поэтому лучше делать так аккуратно тонирую где-то чашелистика какой-то можно чуть-чуть притонировать коричневой сухой пастелью у меня есть вот такая кисть у нее сторона получается ручки она идеально подходит под выемку хвостика клубнички и вот таким вот образом я сделала три клубники у меня есть крем полимерный крем крем можно назвать его как я его делаю я уже много раз показывала просто он меня уже есть и тут я не показываю но рассказываю берете белую полимерную глину добавляйте гельфима и размешиваете добавляйте еще и мешаете в руках потом перекладывайте в какую-то посуду и добавлять гельфима вымешивая саму глину до того момента пока у вас не получится такой густой крем а далее можно окрашивать этот крем любой сухой пастелью любого цвета и я решила сверху сделать вот такой вот узор взяла просто белую ниточку из полимерной глины раскатала и сверху уложила ее на клубничку это как вариант украшения потом я все-таки эту белую ниточку сняла и сделала немножечко по-другому но смотрится это тоже очень классно вот у меня вот полимерный мой крем белый ну белый выгоднее всего делать его потом удобно окрашивать в тот цвет который вам нужен на данный момент вообще я крема часто делаю много и наперед вот я добавила коричневую сухую пастель и постепенно постепенно вымешиваю если вам кажется что он густоватый стал вы можете чуть-чуть гельфима добавить и таким образом я намешала шоколадный крем я кстати добавила туда чуть-чуть красной сухой пастели и получился насыщенный такой горький шоколад но не сильно черный он ну в общем очень такой аппетитный аппетитный цвет и постепенно наношу его также на клубничку распределяю можно сделать неровно как будто клубнику опустили в шоколад и вытащили а вот так вот боком немного ну то есть можно сделать даже подтек вниз шоколада это немножечко усложнит задачу так как это надо будет дополнительно укрепить сзади еще глиной но это как бы вполне реально очень важно уложить красиво гель крем шоколад крем белые чтобы то ни было аккуратно уложить загладить вот видите с помощью лезвия я убираю излишки немножечко так вы вывожу вниз этот шоколад полимерной и формирую чтоб все очень красиво аккуратно смотрелось также вот я еще сухой пастели розовый добавила чуть-чуть в белый крем и с помощью вот такого приятного приятного такого сливочно-малинового цвета крема я буду рисовать вот такие полоски тоже смотрится очень классно очень выигрышно можно такие белые полоски нарисовать на шоколаде можно в общем можно шоколадные такие полоски сделать на белом шоколаде то есть темный шоколад на белом шоколаде в общем все зависит от вашей фантазии видите я вот так аккуратненько потихоньку размазываю и получается очень классно так очень аппетит вот в этой клубнички там где я наносила полимерную нить я ее убрала и добавляю кокосовую стружку это запеченная полимерная белая глина запеченная на не на все время как бы запекание а наполовину из более пониженной температурой а потом натертая на терку и также у меня такая заготовка есть ее много кокосовой стружки я использую ее по надобности на вот этой клубнички я еще добавила немножко как такого сахарку цветного присыпку можно кстати больше насыпать сделать и отправила уже запекла и теперь немножечко потекла белая вот это вот белая глина белый крем он потек в стороны и я немножечко подпилила просто белочкой которая у меня предназначена для полимерной глины все три клубнички мои в принципе готовы сейчас показываю как красиво оформить заднюю сторону и прикрепить саму булавку я задекорировала немножечко кусочек глины с помощью москитной сетки очень аккуратный красивый рисунок получается на глине и аккуратно это все прижимаю желательно между вот этой красной глиной свежей и между запеченной клубничкой нанести гельфима для того чтобы это все у вас после запекания соединилась вот моя застежка ее размер примерно три три с половиной сантиметра и я ее немножко вжимаю в глину но совсем чуть-чуть тут нужно использовать гельфима я наношу его в отверстие и по бокам и беру маленький пласт этой же глины тем самым прикрепляю застежку я как бы прошиваю иголочкой по периметру этот лоскуток заодно это смотрится красиво и еще и добавляет практичности также ножом можно срезать какие-то излишки которые возможно немножко вышли за контур чтобы их не было видно когда смотришь на клубничку очень удобно прижимать видите этой же москитной сетки не остаются отпечатки пальцев и в то же время все аккуратно прижимается и красиво смотрится все то же самое делаю со всеми тремя клубничками беру лак глянцевый фима и наношу его теперь нам все клубнички тут уже дело вкуса знаете что хотите чтобы у вас блестела я хочу что у меня блестела все кроме зелени то есть и клубника и шоколад у меня будут блестеть полностью и на других брошек тоже будет блестеть все кроме зелени и на одной из клубничек не будет блестеть кокосовая стружка вот я уже все запекла все застежки работают все смотрится очень классно аппетитно надеюсь мастер-класс вам понравился не забывайте про лайк этому видео я очень для вас старалась пишите в комментариях как вам идея сделаете ли вы что-нибудь подобное не забывайте подписываться на канал чтоб меня не потерять а мы увидимся на следующем уроке до встреч пока пока